милые дорогие тельцы для вас предсказание на октябре страшно рада всех вас видеть и надеюсь вытащить для вас исключительно хорошие карты вот сейчас прямо специально поколдую нагрею колоду да не ругайтесь что гадание с опозданием выходит потому что на самом деле все интересное лучшее в октябре только впереди расскажу что именно 5 числа у нас наконец-то меркурий поменять знак он долго неприлично долго был в деве потому что там ретроградность была у него ну в деве вам свои обители в целом то это неплохо но меркурий весах вот представьте с 5 полна до 22 он там будет и он очень компромиссный лояльный разве вы не этого хотели разве не этого ждали и не на это надеялись меркурий весах помогает самым разным людям друг друга услышать то есть это время хорошие для переговоров для налаживания отношений с начальством или коллегами компромиссная культуры очень эстетичное время тем более что солнце же тоже в весах будет никто не имеет права в этом октябре поругаться по крайней мере открыто знаете так безобразно грязно никто потому что это совсем вот меркурий весах он очень брезгливый до конфликтов до каких-то некрасивых слов то есть мы ориентируемся именно красоту взаимопонимание так далее и потом про затмение видео про солнечное затмение для каждого знака у меня есть на канале можете посмотреть что это солнечное затмение 14 числа вам принесет и а про лунная но позже потом поговорим двадцать восьмого она будет но все равно надо понимать что и настраиваться что месяц аж двумя затмениями это конечно нечто то есть неожиданности но самые разные знаете затмение их принято бояться на самом деле они ведь и одаривают еще как знаете я думаю там люди выигрывают какие-нибудь джекпоты как раз вот под затмениями и но все равно до затмение планы нарушают очень сильно это в этом их традиция в этом их призвание поэтому надо быть готовым и так для тельца опять же вот такое долгое вступление потому что я боюсь начинать я боюсь вытащить что-то прямо вот то первая карта на просто пишет месяц температуру месяц что за месяц общее общее на все про все на все про все одна карта ну ладно иллюзии выбор заблуждения иллюзии самообмана знакомы вам такой но это знакомо всем это семерка кубков я вам познакомлю вас не является она плохой карты конечно в колоде она единственно говорит очень трудно будет сделать выбор опять же вернемся когда солнце в весах и меркурий весах всем трудно сделать выбор да потому что мы все колеблимся всем в каком-то резонансе друг от друга находимся не можем решиться до семерка кубков скорее предупреждает о том что не надо тратить особо много сил на вот выбор выбор работы особенно если их 7 самых разных вам предлагать на выбор жениха особенно если их тоже там целый взвод на очереди вот то есть может оказаться этот октябрь месяцем каких заблуждений надеюсь что не опасно но об этом карта будущее скажет как я не стараюсь дают все-таки начало ну не самое впечатляющее но не худшим по классической схеме далее внутреннее состояние внутреннее состояние цельца то есть бессознательные подсознательно счастливые вам сны будут снится или кошмара состояние вашего альтер эго очень хочется узнать это актуально всегда важно но это рыцарь мечей вам достается карта воздушной мастия то есть здесь более мы не про эмоции говорим о про интеллект мысли но карта такая достаточно беспокойная уже две карты говорят дорогие тельцы что вот покоя безусловного какого тогда на сердце не будет не то время может потом будет ноябре или к новому году образует а пока в каком-то смысле карта хорошая потому что она несет изобретение какие-то явные мысли про зрение у вас подсознание вообще ваши привычные такие установки поведенческие могут очень сильно в это время поменяться причем знаете так резко с некоторым надрывом с некоторым вызовом с каким-то с какой-то агрессии даже внутренней кстати да в данной позиции данная карта описывает внутреннюю агрессию ну ладно внутренние sky будет вам чтоб люди не заметили потом можно сказать что ее и не было главное чтобы наружу так все не изливалась не выливал так реальные дела на работу одна карта тельцу уже я надеюсь что получше же будет до работа работает такая умеренная принцесса пентакли неплохая карта новости обещает новую работу кстати если кто-то ищет новую новая работа или новости о работе хотя в меньшей степени эта работа больше деньги потому что более пентакли на работе например вот самые идеальные идеальное попадание это повышение зарплаты например может быть или вы найдете новую работу ну побольше будет зарплата относительно прежний или премию какую-то хорошую выпишут то есть вообще в вопросах профессиональных вопросов бизнеса очень хорошо будет с деньгами вот заработками ну там более глубокие темы вроде самореализации авторитета призвание служение это мы пока не трогаем карт таких нету да просто удастся хорошо нормально заработать и в общем очень практичные радостные новости ну спасибо на этом в общем по моему неплохо если ваш вопрос про карьерный рост если вы буквально ждете вот новую должность да то нет карта это не про карьеру и на даже вам советуют может деньгами возьмете может не нужна вам эта должность более высокая хлопотно много потому что пока на соглашайтесь на повышение зарплаты а для карьеры будет другой деньги даже вот мы еще не спрашивать про деньги денежная карта выпала а сейчас спрашиваем отшельник очень очень спорная кстати 1 старший аркан падает то есть тема денег такое оказывается принципиальный важный отшельник вы знаете по большому счету не хорошая неплохая для денег карта она скорее про трансформацию то есть у вас могут поменяться именно доходы по разным причинам зарплату в другом окошке будете получать а может поменяться ваше отношение к деньгам ваши потребности ваши и запросы и ваши траты но на деньги карта конечно же своеобразный уход отшельник от человек который думал думал да и откуда-то ушел то есть вы можете покинуть зону например расходов каких-то можете отказаться от расходов привычных но по разным причинам сейчас ненужных или тяжких может что-то продать тоже очень знаете так обдуманно и это будет сделка ну довольно серьезно которая скажется на вашей жизни можете за деньгами отправиться куда-то далеко то есть отчасти до этой на новую работу выйти это и уехать другой город или в другую страну на заработки но перемены больше чем просто денежная сумма вот в чем дело я думаю хорошие давайте еще пока никто не видит никто же не видит кроме нас до вторую карту достанем про деньги чтобы уже совсем слепо не хорошо этот шестерочка кто успокаивает и говорит достаточно и необходимое будет денег хватит просто что-то сильно меняется но на ваше задуманное хватит переключимся на веселые вещи любовь что ждет сердца в любви обычно если в деньгах не везет увезет в любви да но это не точно так в любви соперница разлучница злодейка любви у вас может быть много на самом деле вы можете иного человека встретить вы можете с кем-то помириться восстановить отношения можете доходить замуж у этих что угодно то есть эта карта в общем ничему не препятствует никаким вашим планам исполнением единственное что предупреждает что ваши любовные дела очень сильно вмешивается женщина причем сразу делаете да вы вот такой вот как я сказала разлучница то есть со стороны мужчины это может быть ну какая-то действительно хищница который у вас жениха пытается увести это такой расхожих рестоматийный образ и в общем многие в этом правы но знаете про нее да про разлучницу злодейку если она не просто какая-то королева а прям королева мечей это значит она активная она активно мешает вмешивается может колдует даже просто предупреждение будьте внимательны кто-то дорожку вам переходит но еще более будьте внимательны потому что это злодейка может быть с вашей стороны не с его это не его там бывшая которая вас в инстаграме рассматривает и куклу воду сделала с вашим лицом это ладно это злодейка с таким же успехом может быть с вашей стороны представьте то есть какая-то женщина с вашей стороны хоть подруга даже которые вот против романы которая тоже как-то может негативно вмешиваться в общем злые женские энергии витают чему-то мешают все больше ни о чем карта не говорит отчасти кстати это может быть вот этот королева мечей и ваш портрет тогда вы выступаете злодейкой разлучницы для кого-то тогда для вас любовь или любовная вот это поприще любовная сцена это как поле брани вы волнуетесь и волнуете может быть устраиваете сцену ревности но весело мне кажется что это хорошая карта потому что в принципе в любви так и должно быть да что противном случае все это очень и очень скучно дом и семья для тельца ну перемен не будет домашних делах в общем нет откровенного какого переезда недостроенной знаете семерка пентакли это недостроенный дом это какое-то дело связано с семьей с недвижимостью которая не провалилась нет не отменилась просто не доделал от семерка пентакли очень ловко описывать например ситуацию когда вам застройщик не сдает квартиру в положенный срок а вы уже на чемоданчиках сидеть собрались въехать до падает семерка пентакли опять все затягивается вы досадно но приходит но ладно да вы все равно понимаете что ну ладно подождем когда-то же все равно дострою дать через месяц через два то есть вибрации семерки пентакли они вот такие продолжайте ждать вот от чем бы вы не грезили сейчас смысле семьи это может быть и создание семьи да в конце концов может вы предложение от парня ждете о том чтобы семьей стать до опять на холостом ходу месяц проходит нет этого предложения нету какого-то движения может вы вот опять же переехать хотите достроить дом поменять квартиру просто поднаем другую жилье найти все затягивается но не отменяется и семерка пентакли не любит нервных людей она говорит вот успеха успех откладывается ваш вопросах недвижимости и семьи но он обязательно будет если вы продолжите гнуть свою линию если вы продолжите ждать продолжите работать над вопросом даже может касаться и конфликтных вещей например если вы спор какой-то вас относительно дома там наследного какого-то дома то значит вы продолжаете гнуть свою линию делать то что должны успех этот обязательно будет кстати вот эти вот неплохие а отложенные скорее новости могут касаться не вас даже лично членов вашей семьи то есть ребенок например там опять не пошел учиться да но есть надежда что пойдет учиться в будущем году что-то такой неплохая карта единственная она называет к терпению что пропускаете пока какой-то ход ну пропустили ну ладно ну будет потом еще вариант какой-то да вот не советует рубить с плеча не советует торопиться и для тельца может какой мы вывод сделаем неплохой месяц в целом беспокойный сомнениями семерки начали семеркой закончили то есть начали с иллюзий закончили каким-то разочарованием есть это есть но октябрем кончается гос даже не то что жизнь год не кончается то есть но в ноябре значит переедете ладно так и одну карту из колода ленорман общий совет вот он какой-то должен все-таки быть содержательный мудро потому что такими картами без советов без вот такого философского осознанного отношения к жизни конечно не обойтись не плачет я не плачу эта карта букет называется и обозначает она подарок хорошая карта по дорог но нам выпадает позиции совет поэтому подарка дорогие тельцы скорее надо не ждать а подарок нужно кому-то придумать кому-то его подарить то есть под с подарком себя ассоциируйте это знаете мне вспомнилось как где-нибудь есть интернете такие смешные посты когда вот люди себя такой подарочной красной ленточкой заворачивают ну как бы на 23 февраля дарит кому-то вот подарки раздавайте подарки сами будьте подарками пусть общение с вами одаривает радует людей пусть попробуйте генерировать для других счастье попробуйте в таком режиме работать жить и общаться чтобы люди вокруг абсолютно любые от соседей до начальства испытывали счастье просто глядя на вас счастье от эстетическое от того как вы выглядите ну естественно любое другое хорошее завершение гадание и букет это еще знаете что это разрешимые проблемы то есть карта говорит что что-то отложится затянется у вас явно в этом месяце что-то важное для вас но букет это разрешимые проблемы все равно будет понятно что ни в какой тупик вы не зашли никакого кризиса дна не достигли продолжаем ждать верить надеяться работать я очень рада что вы со мной спасибо увидимся